Доброе утро, ребята! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Давайте снова возвращаться на рынок. Начнем традиционно наш брифинг с динамики рубля и поведения нефтяного актива. Сразу давайте про вчерашнее решение центрального банка. Думаю, что уже посмотрели. По факту знаете, ставка в очередной раз снижена в этот раз с 12,5% до 11,5% в цели. Конечно, же, поспособствовать стимулированию темпов экономического роста. Сейчас действительно это очень важно, поскольку это полномочия центрального банка, российского мегарегулятора, стараться снижать ставки рефинансирования, поскольку это те ставки, под которые кредитуются коммерческие банки. Разумеется, если снижается ставка рефинансирования, то коммерческие банки также смогут пойти на смягчение условий кредитования уже на внутреннем рынке, создать более лучшие возможности для кредитования бизнеса. Если бизнес будет кредитоваться, значит будет развиваться, будет расти промышленное производство. Это скажется на темпах потребительской активности и в итоге как раз выведет мегарегулятор через эти цели по стимулированию экономического роста на те желаемые результаты по расширению ВВП. Вот на самом деле такой незамысловатый план. Он зачастую по факту экономических стимулов оправдывает себя, поскольку инструмент коррекции процентных ставок, смягчение политики очень хорош. И мы видим то, что на Западе сейчас используется точно такая же политика. Правда, там у них ставки уже несравнимы с российскими. Сейчас мы пытаемся сбить те самые пиковые значения, с 17 процентов уже опустились до 11,5, но все равно ставка уже очень большая, еще очень большая. В целом сейчас очень важно действительно создавать более лучшие условия кредитования на внутреннем рынке, поскольку из-за финансово-экономических санкций вы знаете то, что международные рынки заимствования капитала по-прежнему закрыты для российских компаний. И соответственно нужно создавать условия более, скажем, оптимального, более доступного получения ликвидности внутри страны. Это также одна из целей центрального банка, который он сейчас придерживается. Что касается условий рынка, которые были созданы для решения центрального банка по снижению процентной ставки. Здесь нужно исходить из показателей по инфляции. Я уверен то, что уровень инфляционного давления это ключевой параметр, на который ориентируется российский мегаривиатор, принимая решение по снижению процентной ставки и по повышению, между прочим, тоже. Что касается инфляции. На прошлой неделе за неделю, в принципе, за 7 дней был зафиксирован нулевой прирост. Если отмотаем чуть назад в историю, 5-6 прошлых недель прироста индекса потребительских цен незначительнее 0,1-0,2%. Поэтому с точки зрения рисков инфляционного давления, сейчас очень хорошие условия для смягчения монетарной политики. И поскольку действительно риски увеличения этого показателя отсутствуют, фактически у российского мегарегулятора были развязаны руки для принятия подобного рода решения. Что касается реакции рубля. Вы прекрасно видели то, что она была, может быть, не совсем логичная, поскольку, если даже мы посмотрим на экономическую теорию, то на любое проявление стимулирования со стороны центрального банка российская валюта, или, в принципе, любой актив, который стоит за ЦБ, должен реагировать соответствующим ослаблением. Но вчера этого не произошло. Напротив, рубль даже укрепился и снова ушел ниже уровня 55 против американского конкурента. Вполне возможно, что снижение ставки на 1% уже было заложено в цену. Инвесторы подготовились к этому, особенно по факту последней девальвации российской валюты, которые мы наблюдали несколько недель назад. Может быть, факт ослабления рубля сейчас выступает предпосылкой для постепенного разгона индексов потребительских цен в будущем, а значит, уже не такие ожидания касательно того, что ЦБ будет также жестко и дальше резать процентную ставку. Плюс ко всему, после того, как была опубликована ставка, ЦБ прокомментировал текущую ситуацию и отметил, что в будущем потенциал еще большего смягчения монетарной политики, еще большего снижения процентной ставки ограничен. И здесь можно сделать, наверное, простой вывод, что даже несмотря на то, что фактически показатели по инфляции снижаются, но инфляционные ожидания по-прежнему находятся на достаточно высоком уровне. И российские монетарные власти прекрасно понимают, что стоит только ситуации снова развернуться, скажем, в негативную сторону, в сторону негативных трендов и столкнуться с прежними серьезными экономическими рисками, это та же самая нефть, это ситуация на юго-востоке Украины, как рубль начнет дисконтировать это в собственной стоимости и снова столкнется с очередным витком распродаж. То есть речь идет о девальвации. И если рубль будет терять драгоценные пункты против основных конкурентов, это снова потащит показатели по инфляции вверх. Поэтому сейчас Центральный банк уже фактически подготовил трейдеров, участников рынка к тому, что будет в ходе последующих заседаний сдержан в плане коррекции монетарной политики, и все это связано с возможными ожиданиями по росту индекса потребительских цен. Идем дальше. Что касается ЦБ, здесь, по-моему, мы уже с вами детально все обсудили. Я думаю, что вы усвоили этот материал и прекрасно понимаете, что сейчас этот фактор, как новостной фон, уходит на второй и третий план, и мы снова возвращаемся на рынок энергоресурсов, то есть актив, который будет определяющим для дальнейшей динамики рубля. Вчера из интересных сообщений по рынку энергоресурсов можно отметить упоминание о том, что Ливия в ближайшее время может увеличить объемы поставок. И еще один такой статистический срез, который позволяет ориентироваться на то, что текущие объемы производства в рамках нефтяного картеля уже не просто превысили 30 миллионов баррелей, которых мы с вами говорили, а уже вплотную подошли к 32 миллионам. Поэтому это еще раз указывает на факт избыточного предложения, что на фоне снижения темпов экономического роста мировой экономики будет и дальше оставаться ключевой фундаментальной идеей для оппозиционной продажи энергоресурсов. Поэтому сейчас фокусируемся, конечно же, на динамике нефти, на динамике черного золота. Поскольку вчера рубль, скажем, по факту решения Центрального банка получил локальную поддержку, сейчас все будет зависеть уже от того, как будет вести себя нефть. Обозначая как раз коррекционные ожидания, думаю, что и по рублю наша позиционная, конечно же, картина, инвестиционная идея по-прежнему неизмена. Мы делаем ставку на то, что механизмы влияния Центрального банка на динамику валютного курса, они остаются актуальными. Центральный банк, кстати, вчера сообщил о том, что в среду было куплено валюты снова в рамках максимального объема 200 миллионов долларов. Поэтому сейчас прежний механизм задействован в полном объеме. Идут действия интервентного характера. Центральный банк продолжает покупать валюту для пополнения золота валютных резервов. И, может быть, эти покупки снова активизировались из-за того, что есть также ожидание возможности еще большего ослабления рубля. Поэтому давайте переходить теперь на другой актив. Евро-доллар. Откройте график и посмотрите. Евро торгуется против доллара в районе 1.12.80. Что касается вчерашней торговой сессии. Вы видели то, что открытие дня произошло с гэпом. Правда, уже в ходе европейской, даже конца европейской сессии и ближе к концу дня этот гэп был полностью закрыт. И евро даже смог по итогам дня вырваться еще такой незначительный прирост по итогам закрытия прошлой торговой сессии. Поэтому, поскольку на рынке было два разнополярных локальных тренда, разумеется, нужно сказать, что было два таких же разнополярных и новостных фона. Сначала на азиатской сессии серьезные потери евровалюты в связи с тем, что на выходных прошел очередной раунд переговоров между тройкой коридоров и Грецией. Снова не договорились. Греция представила пакет реформ, но этот пакет был забракован тройкой. В принципе, он их не устроил. Соответственно, снова все разъехались с четким осознанием того, что между сторонами по-прежнему имеются очевидные разногласия. Масла в огонь подлил еще Вайдман, президент Бундесбанка, отметивший, что времени для достижения соглашения все меньше и меньше, а вот вероятность провала, напротив, усиливается с каждым днем. Я еще вчера отмечал тот факт, что впервые, в частности в пятницу, на официальном уровне стали говорить о возможности реального технического дефолта и возможности выхода из состава валютного блока. Раньше еврочиновники избегали таких формулировок, стараясь, может быть, не нервировать рынки, но сейчас, имея дело с фактами и с осознанием того, что времени для достижения соглашения остается все меньше и меньше, они также, как и рядовые спекулянты и трейдеры, возвращаются к этим острым фундаментальным идеям, закладывающимся в основу серьезных трейдерских сделок. В частности, по евро-доллару мы обозначаем с вами риск и в связи с этим уже, в принципе, давно делаем ставку на коррекционное движение. И что касается второй половины вчерашней торговой сессии, я отметил то, что гэп был закрыт, евро снова вышел в плюс против американского доллара. Здесь стоит отметить уже такие единоличные высказывания со стороны Еврокомиссии и Европейского Центрального Банка. Еврокомиссия отметила то, что, возможно, все-таки они смогут пойти на уступки Греции и, может быть, не будут требовать сокращения пенсий и зарплат. Что касается Европейского Центрального Банка, то вчера состоялась конференция Марио Драги, где он снова в оптимистичном ключе высказался о темпах экономического роста валютного блока, отметил то, что программа количественного смягчения работает, уже, скажем, позитивно сказалась на общих показателях, основных макроэкономических показателях. Не знаю, правда, где он это высмотрел, но, может быть, ему виднее. Ну и, конечно же, также прояснил ситуацию с Грецией, хотя просто коснулся ее, вряд ли прояснил, отметив то, что Европейский Центральный Банк весьма заинтересован в том, чтобы найти компромиссное решение по регулированию этого греческого вопроса и будет и дальше всячески способствовать в создании обстановки доверия между сторонами, которые ведут переговоры. И это участники рынка восприняли как еще один позитивный фактор, позволяющий надеяться на то, что стороны соберутся со всей ответственностью и сознательностью все-таки найдут то самое компромиссное решение, которое позволит преодолеть вопрос греческого долга, кризисного события. В этот четверг состоится заседание министров финансов Еврозоны и, разумеется, большая часть времени, большая часть этого съезда будет посвящена вопросам Греции. В идеале бы, чтобы греческое правительство к этому моменту подготовило уже новый пакет предложений реформ, чтобы можно было, скажем, такой официальной обстановки обсудить и, может быть, даже принять уже какое-то судьбоносное решение. В то же время часы тикают, дней все меньше и меньше. До конца месяца Греция должна представить, скажем, готовность исполнения своего долгового обязательства на сумму в 1,6 миллиарда евро. Пока вы знаете, что актуальные проблемы с ликвидностью не позволяют им исполнить это обязательство, а значит, ситуация в банковском секторе продолжает желать лучшего. И последние комментарии решения рейтингового агентства СНП, снизив суверийный рейтинг Греции, оно как раз и было основано на том, что на текущий момент греческий банковский сектор уже сталкивается с проблемами, которые, может быть, даже фактически уже невозможно преодолеть. Поэтому по евро-доллару, ребята, главный новостной фон у нас сохраняется, поскольку вот эти качели позитивного фона и негативного фона, они, мне кажется, стали прям таким олицетворением ситуации в Греции, все-таки мы последовательно должны исходить из того, что негатив, он может проявиться на рынке буквально в любой момент. И если это произойдет, это, конечно же, серьезный фактор для разгрузки главного валютного риска. Самая лучшая идея, это сейчас держаться в стороне от него, но поскольку все-таки мы работаем с фактами, факты позволяют нам предположить, что вероятность негативного сценария, она высока, значит, вероятность коррекции для евро-доллара, как фундаментальная инвестиционная идея, она также сохраняется. Из сегодняшних важных отчетов по еврозоне стоит отметить индексы оптимизма ЗЮ, они будут опубликованы в 12.00 по московскому времени. Если вы посмотрите экономические календари и прогнозные значения, они хуже предыдущих оценок, поэтому думаю, что в этом есть своя логика, учитывая ту слабость, которую демонстрирует ведущая экономика валютного блока, то есть Германия. Я думаю, что сегодня показатели ЗЮ будут действительно плохими, а значит, евро локально получит еще один аргумент для сбавления оборотов роста против американского доллара и аргумент для коррекционного движения. Что касается пары доллар-японская иена, также откройте графики, посмотрите, актуальные котировки примерно в районе 123.70. Вчерашняя торговая сессия была довольно-таки легкой для пары, мы не увидели повышенной волатильности. Из отчетов можно было отметить данные по промпроизводству. Промышленное производство просело до минус 0,2% против прогноза роста на 0,3%. Но инвесторы, в принципе, проигнорировали этот отчет, может быть, уделили больше внимания на интересные исследования, которые провело агентство Bloomberg. Они опросили лидеров мнения рынка, экономистов, касательно ожидания того, когда же вы думаете, что Банк Японии прибегнет к дополнительным мерам экономического стимулирования. И большинство экономистов сошлись во мнении, что этого решения стоит ожидать в октябре. То есть такая позиция полностью разнится с последними комментариями монетарного руководства Банка Японии. Мы об этом подробно говорили по итогам прошлой недели, когда Курада и его представитель сообщили о том, что программа количественного смягчения уже является весьма затратной, эффект положительный не столь очевиден, а значит, может быть, Банк Японии даже больше и не будет анонсировать более агрессивных мер экономического стимулирования. Но по факту мы видим, что ожидания рынка пока такую позицию не разделяет. Экономисты, напротив, предполагают, что на фоне снижения инфляционного показателя японская экономика нуждается в доп. экономических стимулах, а значит, вполне возможно, что в октябре мы сможем увидеть расширение программы количественного смягчения на 40 триллионов иен. Поэтому сегодня из отчетов по доллару также выделить пока что нечего, но это простительно, учитывая то, что завтра у нас ставка ФРС, самое важное событие как минимум последнего месяца. Будет масса, скажем, внимания к этому событию, уже трейдеры готовятся к нему, о нем мы подробно поговорим уже завтра. И еще, что касается локальных отчетов, хочу обратить ваше внимание сегодня на британскую валюту, на фунт, потому что в 11.30 по московскому времени будут публикованы данные по индексу потребительских цен. Вы помните, что прошлый отчет зафиксировал снижение и уход этого показателя на отрицательную территорию в минус 0,1% впервые с 1960 года. Поэтому вероятность повышения ставки была отложена сразу практически на конец 2017 года. Если тенденция сохранится и сейчас, если мы увидим то, что показателю индекса потребительских цен не удается покинуть отрицательную зону, значит, я думаю, что это смело можно будет использовать в качестве такого серьезного основополагающего фактора для разгрузки британской валюты. Тем более, что мы давно уже делаем ставку на возможность возвращения пары фунт-доллар ниже уровня 1,55 и движения в район 1,50. Позиционно это та идея, которая по-прежнему сохраняет потенциал и весьма интересна. Ясно? Вопрос есть? Да, есть вопрос у нас с нашего канала. Как можете объяснить реакцию доллара на ночь и хорошие статистики по США? Можно ли предположить, что рынок уже заложил в цену первое повышение вставки в США? Кстати, вопрос хороший. И буквально недавно я читал как раз очень интересную статью на Блумберге касательно того, насколько же ожидания по повышению вставки уже дисконтированы в стоимости американского доллара. Провели тщательные исследования, не будут забивать вам голову статистикой, но по факту вывод можно было сделать следующий. Возможность повышения процентной ставки в этом году заложена в американскую валюту только на 38-40%. И разумеется, если мы увидим по факту это решение, рост американской валюты будет еще более определяющим и всеобъемлющим. Если сделать ставку на пару доллар-японская иена, то опять же, ссылаясь на прогнозы инвестиционных банков, эта пара может легко преодолеть уровень не то чтобы 125, а уровень 130 и двинуться выше. Поэтому мы, в принципе, давно предлагаем нашим трейдерам и инвесторам делать ставку на укрепление американской валюты и активно использовать эту идею против японского конкурента. Ближайшая цель 125, но по факту самого важного решения последних нескольких лет мы ожидаем еще более серьезного роста. Большое, конечно, спасибо за вопросы. Ждем дополнительных комментариев на нашем официальном канале Амаркетс. Оставляйте их под видео окном. Всего доброго. До свидания.